Добрый день. Инспекторы лицензионно-разрешительной работы Росгвардии Паризанской области Богданов Сергей Николаевич. Мы к вам с проверкой. При проверке магазина оружия первым делом осматривают необходимую документацию. Правильно ли она заполняется и как ведется. Также сверяют серийные номера проданного оружия с книгой учета. Работа эта, как говорят сотрудники, долгая, потому что документацию проверяют не только на боевое, но и на травматическое оружие. Обязательно оружие проверяется все, вне зависимости травматическое оно, нарезное или жигутко-ствольное. Помимо оружия проверяют и боеприпасы. Их наличие и контроль выдачи по соответствующим разрешениям. Также смотрят их калибр, численность и наличие остатка. Проверяются и незаметные обычному покупателю помещения. Комнаты для хранения оружия. Здесь оружие также осматривают и пересчитывают. Все оружие и все патроны хранятся в специально отведенных местах. Все по регламенту и по постановлению Росгвардии. По ним ведется специальная документация по учету, по приходу расходов патронов и оружия. Все списывается в отдельные книги и предоставляется в Росгвардию в должные сроки. Все лицензии отправляются вовремя. После проверки оружия, боеприпасов, наличия и ведения документации выносится вердикт. Проверка проведена, нарушений у вас не выявлено. Хотелось бы отметить, что ряд позиций, указанных в проверке, необходимо держать на постоянном контроле. Особенно это касается выдачи боеприпасов. В последнее время, говорят сотрудники, при проверках магазинов оружия никаких крупных нарушений выявлено не было. В противном случае юридическое лицо может быть привлечено к административному штрафу до 50 тысяч рублей. Но обычно нарушения незначительные. Как правило, грубых нарушений магазина не допускают. Бывают очень незначительные нарушения по марке, введении документации. Либо не до конца документация соответствует нормам заполнения. Такая проверка магазинов оружия проводится раз в полгода. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».